Российский офис «Вольво» представил нового генерального директора. На смену Мартину Персону прибыл бельгиец Вим Маас, который начинал карьеру в шведской компании еще в 1989 году. О том, какие задачи перед ним стоят в России, мы спросили прямо. Как новый гендиректор, я стремлюсь скорее выучить русский язык, чтобы легче общаться и ускорить диалоги с партнерами. Но с профессиональной точки зрения, моя миссия ясна — привести в жизнь стратегию 2025 и преобразовать наш бренд в поставщика электрической мобильности. Согласно стратегическому плану, через 4 года вся модельная линейка «Вольво» будет электрифицирована. Мы верим, что к 2025 году чистые электромобили составят половину наших глобальных продаж. Но ведь есть и вторая половина — не полностью электрические машины. Мы говорим ИИ, не ограничиваясь чистыми электрокарами. Не полностью электрические — это гибриды, мягкие и подзаряжаемые. Плагин-версии уже есть в России у кроссоверов XC60 и XC90, а в будущем на все бензиновые и дизельные модели навесят стартер-генераторы. Такова стратегия — предлагать максимально широкий выбор силовых агрегатов и моделей в тех сегментах, где мы сегодня представлены. Так что ответ — да, у нас будут мягкие гибриды, подключаемые гибриды и полностью электрические машины. Первый серийный электромобиль «Вольво» — это XC40 T8 Recharge, который с осени выпускается в бельгийском Генте. Сейчас модель проходит российскую сертификацию, и летом мы узнаем, когда начнутся продажи. Прошлый год «Вольво» закончила в России со снижением на 9%, хотя под конец года спрос восстановился. Мы не стали сокращать производственную программу на конец второго квартала и третий квартал. И это были очень правильные решения, которые обеспечили нам хорошую доступность машин во втором полугодии прошлого года. Это нам очень сильно помогло существенно улучшить наши результаты и скомпенсировать хотя бы частично потери первого полугодия. Сглаживать дефицит помогают поставки машин из Европы и Китая. В Поднебесной собираются большинство кроссоверов XC40, XC60 и седанов S90 для российского рынка. Сейчас клиенты вынуждены ждать только XC60, но уже в середине весны «Вольво» обещает восстановить складские запасы. Субтитры создавал DimaTorzok